Дом по улице проходчиков в поселке Роза теперь и ветхоаварийным трудно назвать. От прежних квартир почти ничего не осталось. Рабочие уже вынесли сантехнику, вскрыли полы. Совсем скоро начнут разбирать стены. И это несмотря на то, что здесь до сих пор живут люди. Просто уже все нет, никаких сил уже, ни один месяц эта история длится. В этой квартире многодетная семья проживает по договору социального найма. О том, что дом рано или поздно снесут, Оксана Тиханова знала. И до последнего надеялась, взамен дадут другое жилье. Но такого предложения от администрации не поступило. Не претендуем на новое жилье, хотя бы вторичное. Дайте нам равноценное вторичное жилье, чтобы было детям, где спать, где кушать, где заниматься уроками. Видимо, вам весело то, что люди, малолетние дети, живут в холоде. Обычно Тихановы обивали пороги администрации. Узнав, что приехали журналисты, чиновники сами пожаловали в гости. Они говорят, что действуют строго по закону. Они не приобрели право пользования данным жилым помещением. У них на данный момент ни ордера, ни договора найма на основании нет. Прописаться в квартире Тихановы пытались несколько раз и даже получили разрешение из Коркинского суда. Но вновь натолкнулись на непонимание поселковых властей. Почему мы отказали? Потому что дом признан ветхоаварийным, и мы ветхоаварийное жилье не имеем права предоставлять очередникам. Через несколько минут приехал и глава поселка. Кстати, в прошлом сосед по подъезду семьи Тихановых. На данный момент мы подали исковое заявление в суд о выселении данных людей с данного места жительства. Если суд примет положительное решение, люди будут выселены. Куда? Не знаю. Оксана Тиханова хоть и в отчаянии, но заявила, она ни за что не допустит, чтобы ее дети оказались на улице. Женщина готова на самые радикальные меры и грозится взорвать жилище. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!